Всем привет! На нашей планете обитает более 9 тысяч видов птиц, которые сильно отличаются друг от друга. Есть птицы летающие и не умеющие летать, хищники и всеядные, безопасные и представляющие опасность для человека, маленькие размером, весом всего в несколько грамм, и огромные, ростом намного больше, чем человек. И сегодня речь пойдёт о 10 самых больших птицах на нашей планете. Беркут Одна из наиболее известных хищных птиц семейства истребиных – самый крупный орёл. Распространён в северном полушарии, где обитает преимущественно в горах, в меньшей степени на равнинных открытых и полуоткрытых ландшафтах. Длина тела колеблется от 75 до 100 см. У этих птиц огромный размах крыльев – от 170 до 250 см, а масса одной взрослой особи может достигать 7 кг. Беркуты обладают обменным зрением, у них достаточно сложное строение глаз. Хищник способен распознать бегущего зайца с высоты 2 км. При этом многообразие колбочек и линз внутри глаза позволяет постоянно удерживать объект в поле зрения. Уникальность зрения беркутов состоит в том, что они способны различать цвета. Эта черта является большой редкостью в животном мире. Эти крупные птицы с сильными крыльями, крепким острым клювом, мощными лапами с когтями и острым зрением – прекрасные охотники. Основным способом охоты беркуты выбрали выслеживание добычи с высоты. Чёрный гриф Является одним из наиболее крупных представителей пернатых, которые относятся к семейству ястребиных. Несмотря на название, оперение грифа не чёрное, а серовато-буруе. Только у молодых особей до года свойственен чёрный оттенок. Голова у них слегка опушённая. Кожа, которая просвечивает через редкий пух, имеет голубоватый оттенок. Клюв грифа заострённый, загнутый вниз. Бока и задняя часть шеи птицы остаются неоперёнными, здесь кожа имеет бледно-розовый оттенок. Чёрные грифы – типичные падальщики. Характер оперения головы и шеи, строение клюва, острое зрение – всё приспособлено не к активной охоте, а к поискам и поеданию падали. Грифы, пользуясь потоками тёплого воздуха, поднимаются на высоту до 1 км и выше и облетают огромное пространство. Отыскивают трупы погибших животных. Размеры и масса грифов варьируются в зависимости от места их обитания. А это Южная Европа, Центральная Азия, Африка и Ближний Восток. Общая длина тела птицы достигает 1 метра. Размах крыльев может достигать 3 метров, а максимальный вес доходит до 13 кг. Альбатросы – морские птицы, известные благодаря своей любви к дальним путешествиям. Семейство альбатросовых выделяет 21 вид, из которых королевские и странствующие альбатросы – одни из наиболее крупных в размеру летающих птиц. Масса тела взрослых особей достигает 13 кг, а вот размах крыльев – до 3,5 метров и более, что является абсолютным рекордом среди всех птиц. Мощные крылья и вес тела дают возможность для мгновенного взлёта. Эти птицы по 2-3 недели могут обходиться без суши, питаться, спать и отдыхать на водной глади. Альбатросы – кочевники, не привязанные ни к чему, кроме как к месту, где родились сами. Своими путешествиями они охватывают всю планету. Альбатросы развивают фантастическую скорость 80 км в час. За день птица может преодолеть до 1000 км и совершенно не утомиться. Изучая этих птиц, учёные прикрепляли к лапкам геолокаторы и определили, что некоторые особи способны облететь почти весь земной шар за 45 дней. Пеликан. Своё название эта птица получила из-за небольших перьев на голове, напоминающих кудри. Пеликан является обладателем самого длинного туловища в 108 см. И вторым по величине клювом 50 см. А масса этих птиц доходит до 14 кг. Внешний вид пеликанов особенный и неповторимый. Туловище массивное, с большими крыльями, короткими толстыми ногами с широкими перепонками между пальцев. И коротким закруглённым хвостом. Под клювом расположен мешок из кожи, который может хорошо растягиваться и вместить 15 литров воды. И используются птицы для ловли рыбы. Все пеликаны основную часть своей жизни проводят в воде. Они прекрасные ныряльщики и пловцы. Передвигаясь с трудом по суше, они с поразительной грацией взлетают в небо. Основой рациона пеликанов является рыба, которую птицы ловят, опуская голову в воду и хватая клювом добычу. Охотятся пеликаны как поодиночке, так и собираясь в сталь, порой и очень большие. Такая группа пеликанов окружает косяк рыбы, загоняет её на мель, для чего бьёт крыльями по воде. И затем каждый пеликан ловит свою добычу. Антский кондор Самая большая хищная птица на земле. Эти птицы имеют крепкое телосложение, с не совсем пропорциональной к нему головой маленьких размеров. Голова держится на длине, без оперения шеи. Кондоры имеют яркое и характерное оперение. Их тело покрыто чёрными перьями. На шее имеются перья белого цвета. Они же присутствуют и на кончиках крыльев. Голова у самцов венчана гребнем. Мощный клюв служит оружием и своеобразным разделочным ножом. Лапы к боям не приспособлены и выполняют исключительно двигательную функцию. Кондор – падальщик. Питается скотом, оленями и козами. Иногда разоряет гнезда других птиц, оставаясь безнаказанным. Следует отметить, что кондор – настоящий обжора. Нередки случаи, когда из-за большого количества съеденной пищи птица не может взлететь. Селятся кондоры в горах. Очень редко их можно встретить на равнинах и в саваннах. Место обитания – Южная Америка и Анды. Эти птицы могут достигать длины более метра, при этом имея массу до 15 килограмм. А максимальный размах крыльев составляет 3,3 метра. Дрофа Крупная птица – семейство дрофиных. Распространена главным образом в степных и полупустынных районах Евразии. Местами встречается на открытых пространствах более северных широт. Самцы набирают вес до 20 килограмм. Масса самок вдвое меньше. А длина крупных особей составляет от 80 сантиметров до 1 метра. Узнать дрофу несложно, по широким крыльям, длинному хвосту с округленной формой до конца. Вегерообразные украшения в распушенном виде дрофа прижимает к телу, открывая белое хвостовое оперение. Когда птица расправляет крылья, размах составляет до 2,5 метров. Сильные конечности дрофы без оперения, покрытые серыми чешуйками. Ноги хорошо приспособлены к наземному перемещению и быстрому бегу. Летать дрофа умеет хорошо, но предпочитает наземную жизнь. Взлетает с усилием, но затем набирает скорость. Среди естественных врагов самыми опасными являются наземные хищники – лисы, волки и бродячие собаки. На самок, меньших по размеру, нападают степные орлы, беркуты и орла на белохвосты. А разорением гнезд дрофы занимаются сороки, грачи и вороны. Лебеди. Это, пожалуй, самые прекрасные и благородные птицы на Земле. Их красота воспета во многих произведениях классиков. Лебедь относится к семейству утиных и является его самым крупным представителем. Масса взрослого самца достигает 18 килограмм. Размах крыльев – около двух метров. Встречается чисто белый, серый и чёрный вариант окраса оперения птиц. Всех лебедей отличается длинная изогнутая шея. Лапы у птиц короткие, поэтому по земле они передвигаются довольно неуклюже. А вот летательная мускулатура, напротив, очень хорошо развита, что в условиях дикой природы позволяет птицам пролетать тысячи километров, путешествуя на места зимовки. Основное время лебеди проводят на воде больших озёр с камышовыми зарослями. Плавают они медленно, величаво и уверенно. Кажется, ничто не возмутит их спокойствия. Но в природе опасности насягают всех. Веркуты и речные скопы нападают на этих птиц. Лебеди могут развивать большие скорости на плаву или бежать по воде на взлёте, шлёпая лапами по водной глади. Если взлететь птица не может, она ныряет и уплывает под водой от опасности. Императорский пингвин. Это самые древние и крупные птицы из всех существующих на Земле представителей данного семейства. Самец императорского пингвина достигает роста 130 сантиметров, а его средняя масса составляет от 35 до 40 килограмм, а максимально может приближаться к 50 килограмм. Оперения пингвина на спине чёрные, а на груди – белые, что делает его в воде менее заметным для врагов. Под шеей и на щеках у них жёлто-оранжевая окраска. Основной регион обитания пингвинов – Антарктида. В этом регионе они образуют колонии различной величины – от нескольких десятков до нескольких сотен особей. Императорские пингвины очень стойко переносят глютые морозы и сильные ветра. У них хорошо развита подкожно-жировая клетчатка, а также очень густое и плотное оперение. Все обитатели Антарктиды добывают себе пищу в морских глубинах. Пингвины проводят в море примерно два месяца в году. Во время охоты птицы развивают скорость до 6-7 км в час. В качестве источника пищи служит рыба различных видов, а также другие морские обитатели – моллюски, кальмары, устрицы, планктон и т.д. Казуар. Это большие и опасные для человека птицы, но обычно они живут в чаще леса и предпочитают прятаться от людей. Само название казуар переводится как «рогатая корова» и описывает их главную примету – большой вырост на голове. Казуары – большие, нелетающие птицы. Их тела покрыты длинными черными перьями, которые выглядят как густые волосы. Их ноги длинные и мощные, и оснащены острыми когтями. При приближении к ним человека птица может повести себя агрессивно. Известны случаи, когда атаки казуаров приводили к смерти человека. Эта птица способна передвигаться со скоростью 50 км в час и прыгать на полтора метра в высоту. К тому же казуар превосходно плавает, так что убежать от такой птицы человеку фактически невозможно. Взрослые особи казуара достигают высоты 180 см, а некоторые особи могут достигать и 2 метров и весить 60 кг и более. Несмотря на грозный характер, питается казуар в основном растительной пищей, хотя не откажется от змеи или лягушки и любого насекомого. Страус Самая большая птица на Земле, рост которой может достигать 3 метров, а вес – 150 кг. Телосложения страусов плотные, с длинной шеей и плоской маленькой головой. Прямой уплощенный клюв украшен наростом. Глаза крупные, с пушистыми ресницами. Крылья у страусов развиты недостаточно, поэтому птицы не могут летать. А вот ноги с двумя пальцами у них очень сильные. На одном пальце образовано подобие копыта – опора для бега. Страусы способны развивать скорость до 70 км в час. Даже птенцы в возрасте одного месяца могут бежать со скоростью 50 км в час. Широко распространённый миф о том, что испугавшись, страус прячет голову в песок, не соответствует действительности. Страус вовсе не беззащитен. Удар его ноги может быть смертельным для нападающего. К тому же эти птицы очень агрессивные. Страусы всеядны. В их обычный рацион могут входить цветы, семена, растения, насекомые, грызуны, маленькие черепахи, мясо животных, недоеденные хищниками. Продолжение следует...